Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, друзья. У нас сегодня тема интересная. О оптимистах поговорим, пессимистах, реалистах и о каком-то еще. Хотя разные догадки были после твоего анонс. Ну, они там правильно были. Я знаю, у нас все такие умные. Как-то место нынче удобное. А, сегодня о оптимистах начнем. Мы вчера вот интересную мышь говорили про то, чтобы нуделиться положительно, что это можно заражать. Только слово я не нашел. Есть положительная вот эта зараза, положительное мышление. Да, оно очень хорошая, важная часть нашей жизни. Но это не всегда так, что вот только нужно быть оптимистом. Я хочу сегодня показать, что пессимисты тоже классные люди. Итак, добрый вечер всем. Еще раз приветствую всех, кто из разных городов, из разных стран присоединяется к нам на наши эфиры. Спасибо за ваши интересные комментарии. Очень приятно, здорово. Ну и что ж. А, и за репосты. Вот когда репосты есть, я очень вообще в восторге. Потому что это способ, чтобы другие тоже услышали и могли присоединиться. Потому что кто-то мне пишет, знаете, я такую информацию передам, поделюсь, что эти эфиры на моем блоге у некоторых не появляется информация, что они есть. Вот это печально. То есть кто-то потом как видеозапись только находит. А вот в прямом эфире. Да, вживую не может. Этот сигнал не везде появляется. Поэтому я говорю, что может способом таким, что репосты делать. Ну, так или иначе. Что ж. По оптимистам. Значит, начнем из них. Есть такое высказывание. Все, что не делается, все к лучшему. Есть. А, ты что, не будешь сегодня говорить? Буду, я просто думаю. Жду развития темы. Да, есть такое высказывание. И ты даже сделал ролик об этом с одной историей интересной, которая показывает, да, вот почему можно так думать. Но есть разные мнения на этот счет, да. И кто-то приводит, ну, такие масштабные вещи, как голод, война или еще какие-то катастрофы. Эпидемизм и трясения. Тоже. На самом деле, это к лучшему. Вот. Так что ты все сказал. Да не, я просто перегреваю, чтобы была вот живая атмосфера. Ай-яй-яй. Вот, поэтому действительно ли это так, действительно ли все к лучшему, да. Я делаю специальное ударение именно на слово все, потому что если действительно подходить... Почему это... На слово все мне понравилось. Ну, потому что на самом деле, если так смотреть, то нельзя сказать, что война и так к лучшему, да, или голод и так к лучшему, прям вот так сразу, да, потому что это действительно настораживает или кого-то даже возмущает. Но, но, с другой стороны, если мы стараемся смотреть на вещи и искать позитив и положительное, даже в самых ужасных вещах, я не говорю, что это оправдывает, да, или как бы смягчает, да. Но это помогает просто встать на ноги очень часто после таких трагедий и развиваться. Искать положительных аспектов, которые везде есть. Тем более, если мы люди, ну как сказать, верующие, верующие, это такое тоже глубокое понятие, речь не о том, что просто верить в Бога, верить во что-то. Но верующие, да, в лучшее, например, в лучшее, если мы верим, то оно, возможно, так и не ускладывается. Но это тема я хочу развить. А давай мы, это, расскажешь историю про царя. Я? Ну? Это ты же мастер рассказывать эту историю. Я ее в сто раз раз, да, джевад на сто. Я его много раз рассказывал. Да, очень много. Наверное, все знают, но может кто-то не знает, поэтому я могу рассказать. Мои друзья, был царь в Африке. У него был простой человек, друг, с хорошим, положительным настроем. И они вместе были на охоче. И там произошел несчастный случай, когда они были на охоче, у царя взорвалось оружие и отрывало ему один палец. Этот друг, который всегда был очень положительным настроем, подошел к этому царю и говорит, о, как здорово, это так хорошо, это к лучшему. И этого оптимизма царя на этот раз уже не выдержал. Обиделся, не выдержал, обиделся на своего друга и повелел его заключить в тюрьму. Все, друг сидит в тюрьме, а царь так. Прошло время. Этот царь опять был на охоче, скажем, год прошел там. И этот царь попал опять в сложную ситуацию. Там опять имел место несчастный случай. Но на этот раз этого царя поймали людоеды. И когда пытались его скушать, съесть, они обнаружили, что у него нет одного пальца. И они его отпускают, потому что у них там в племени не принято кушать вот таких бракованных. Как некачественная пища, они его отпускают. Этот царь теперь вспомнил друга. И идет к нему, освобождает его с тюрьмы, извиняется, ты был прав, говорит, это спасло мне жизнь. Извини, что я тебя держал год в тюрьме. А он говорит, да не, 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 это к лучшему, это так здорово, что я сидел в тюрьме. Он говорит, ты опять начинаешь, это же было несправедливо. На самом деле, то, что ты говорил, что это к лучшему, этот палец оторванный, он мне спас жизнь. Извини, что я тебя еще держал в тюрьме. А он говорит, да нет, это хорошо, что я сидел в тюрьме. Потому что, если бы я не сидел в тюрьме, я был бы с тобой на этой охоче. И тут время смеяться, я не знаю, там все смеются, нет? А то у него пальцы были все на месте у этого друга. Если бы они были вместе на охоче, его лудоеды бы сожрали. Поэтому, друзья, вывод такой. На самом деле, даже если что-то ужасное, может даже не на первый и на второй взгляд происходит в нашей жизни, но на самом деле мы точно не знаем, во что это может повернуться в будущем. Или как это может сказаться на нашей или на чьей-то жизни. Мы просто не знаем. Но вот здесь мне понравилось в комментариях, что это высказывание, что все к лучшему, не является оправданием тому, что когда-то что-то происходит, что-то нехорошее. Мы должны соглашаться с происходящим. Дело в том, что, я не знаю, правильно я поняла вот этот комментарий, но меня это наводит на мысль, что так или иначе мы на некоторые вещи в жизни не имеем влияния. Что-то происходит независимо от того, хотим этого или нет. Чаще всего плохие вещи происходят, хотим этого или нет. Но если мы это будем отрицать, закрывать на это глаза, не обращать как бы внимания, чтобы не подпускать, как говорят, негатив, то это не меняет факты, это не меняет эту ситуацию. Единственное, что это меняет, это то, что мы себе обманываем. Но на самом деле, если мы просто примем, что так происходит с грустью, с сожалением, что это так, да, то это и есть основанием для того, чтобы научиться что-то делать или себя вести в этой ситуации. Потому что есть разные варианты сейчас, да. Мы можем сесть, плакать, жаловаться на жизнь и вообще расхотеть что-либо делать и что-либо стараться, не знаю, менять. Это один вариант, очень пессимистичный, да. Есть оптимистичный, и сейчас такая мода очень на то пошла, чтобы все на позитиве, да. Ну, правильно. Но на позитиве таком, что я вообще не замечаю ничего плохого, что вокруг меня происходит, да. Да, вообще по оговорке, скажем, которые мы знаем. Моя хата с краю. Ничего не знаю. Это про оптимистов, да? Нет, про то, что меня ничего не волнует, что происходит. Я ничего не вижу. Но это, мне кажется, что это больше пофигизм, чем оптимизм. А что такое пофигизм? Ну, что мне все равно. Такие деревья, они есть там на юге. И инжира иногда фиги, говорят, растут. Это пофигизм? Ладно, я вернусь все к лучшему. Мне это очень нравится, что на самом деле, посмотрите, что это на самом деле случайно, что у царя вот с этим другом произошла такая ситуация. Я уверен, что такие ситуации бывают в жизни. Сколько раз у нас было в жизни, что вот мы воспринимали ситуацию как отрицательную, что-то неприятное произошло, а потом мы просто убедились со временем только, что, ну, это не зря, что был смысл в этой трудной ситуации, которую мы пережили. Наверняка у вас в жизни тоже были такие ситуации. Но, происходят ли они у каждого человека? По-моему, нет. Может, потому что я ищу таких ситуаций, а не происходят. Может, потому что у меня есть этот положительный настрой. Мы когда встречали даже вдвоем уже с опытом нашим жизненным, и даже в последние годы, когда мы вот сталкивались с трудностями, мы друг другу так говорили, ты мне так говорила, все к лучшему, не переживай, подожди, увидишь ситуацию. Там я много раз это говорила. Правда? Да, я помню. Когда мы здесь приехали, тут некоторые сложности появились. Ну, и так происходило на самом деле. Может, потому что я этого ожидал, что это было внушение. Может, мы имеем влияние на события, когда у нас положительный настрой. Я не знаю, что происходит. А может быть, есть тот, кто о нас печется. И может, это не случайно. Мы иногда говорим, что это очень интересный случай имел место. А может, это руководство. Может, есть Бог свыше, который заботится о нас, если мы в это верим, если мы к нему обращаемся. Он влияет на события в нашей жизни. И это на самом деле к лучшему. То есть мы испытываем какие-то трудности, но они не зря происходят. Они нас чему-то учат или открывают какие-то возможности в будущем, о которых мы еще не знаем. Это же красиво звучит сейчас. Звучит красиво, но не всем легко к этому именно так относиться. Потому что тут тоже в одном из комментариев появилась мысль, мысль, что на самом деле действительно нет ничего абсолютно позитивного. Вот тут, например, есть в совращении изнасилования ребенка. Да, я говорила именно о таких случаях, в которых на самом деле нет ничего позитивного. Мы не можем найти в этом ничего положительного. Поэтому мы не за то, чтобы действительно в любой ситуации жизни говорить, нет, это к лучшему. Потому что это не так. Надо посмотреть правде в глаза и сказать, это не так. Но... А вот письмо Якова. С радостью принимайте испытания. Но это что, испытания, которые Бог послал? А как это воспринимать для родителей? Это не испытание? Это испытание, но не... Они же могут в этот случай, знаешь, все бросить. Забыть про Бога, обидеться. Ну, не знаю. Ну, да, но просто мы не об этом сейчас. Потерять смысл жизни. И так часто случается, к сожалению. Там сказано, что за радостью принимайте испытания. Они делают вас лучшими. Там вот такой смысл. Но я бы не... Вот как раз эти слова ни к этому случаю не дала. Но, тем не менее, я хочу закончить смысл. Хочу закончить смысл таким образом, что даже если вот такое случается, где нет ничего абсолютно позитивного, смерть чья-то, вот такое вот преступление ужасное, совершенное против, особенно детей, которые вообще не могут себя защищать. Это да, ужасно. Какое-то стихийное бедствие, которое произошло. И, допустим, люди теряют все. Многие теряют жизнь, да. Не в этом дело, чтобы сказать, что в этом событии было что-то позитивное и положительное. Потому что это не так. Но, во-первых, прежде всего нужно принять и как бы сам факт, что это произошло, дать себе время погрустить. Если мы можем с кем-то провести время, чтобы ему помочь перенести вот эту тяжесть, да, но позитивный настрой и положительный, я что имею в виду, да, вот как суметь встать на ноги, да, вот это вот искать положительное, да, что жизнь идет дальше, допустим, да. Вот если ребенок остался жив после такого тяжелого случая, как ему помочь оправиться после этого, да. Понятно, что это травма на всю жизнь, но как ему помочь с этим жить, как эту травму лечить, а не оставить просто так, да, потерять смысл жизни, опустить руки и ничего не делать, и просто только страдать всю жизнь. Потому что для этого как раз и есть разные методы, способы для того, чтобы выходить из таких тяжелых, трудных ситуаций. И вот это я понимаю, искать положительное. Это мой взгляд. А ты как это видишь? Ну, я вот для того, что событие, оно уже не поменяешь ничего, оно имело место. То есть даже смерть близкого человека, кто-то скажет, а что в этом положительном? Но главное, чтобы после этого события, ну, не лишиться положительного настроя, не потерять веру в Бога, просто не потерять смысл жизни. И вроде мы себя внушаем, что все к лучшему. Но потерял дом, ну, все, можно начать заново построить новый. Просто посмотреть, что что-то заканчивается, а что-то открывается. Всегда так есть. Когда двери закрываются, день заканчивается, начинаются новые, открываются новые возможности. И только со временем мы видим, какие это были возможности. Для какой был смысл этих событий? Я сейчас вспомнил то, что многие из нас знают жизнь Иова, который потерял, которому дети умерли. В этом был смысл. Это не было радостно. Это было для него испытание. И когда мы исследуем Библию, мы знаем, какой это был смысл. Потом все это ему вернулось. Ну, то есть он имел еще больше. Ну, и, конечно, есть надежда, что он увидит своих детей. Так или иначе, даже вот такие случаи имеют свое объяснение. Просто я бы хотел, знаешь, на что обращать внимание, что это не происходит с каждым человеком. То есть для некоторых людей говоришь, все к лучшему, это пустое учешение. Потому что, когда мы посмотрим на ситуацию по всему миру, то получается так, что она идет к худшему. То есть люди себе учешают все к лучшему, а жизнь, она разрушается на нашей планете. Болезнь, проблем, страданий все больше и смерти все больше. Так что как это к лучшему? И поэтому тут вот есть такой момент, что про одних людей в Библии сказано, что их путь, праведных путь, он светлеет и светлеет до полного дня. То есть там в книге притча есть такой стих, где сказано о том, что вот это путь праведных людей. Он к лучшему, несмотря на то, что происходит в повшедневной жизни, пусть все разрушается, но это имеет смысл и это к лучшему. Но там говорится про тех, кто живет во мраке, то есть там ничего их не ждет. То есть есть люди, которые себя в пустую учешают, и там что бы ни происходило, даже если они стали богатыми, это не обязательно ведет к лучшему такого человека. Просто многие, которые вот ступили, скажем, на этот путь позитивного мышления, очень, я думаю, неправильно его воспринимают и понимают. Потому что они относятся к этому, как к своего рода магическому заклятию, такому, заклинанию, что буду себе говорить, что все к лучшему, я там победитель, я все постоянно, и независимо, что происходит, это не заставляет их, может быть, что-то делать конкретное, просто себе только внушать, и пусть все происходит, как происходит, да, случайно. И вот это, глаза не видят, сердце не болит, это есть пустое учешение. Вроде, когда я на ничего не буду обращать внимание, не смотреть, только на положительное, значит, и страдать не буду, и так далее. Но это заблуждение, такое не происходит, когда мы закрываем глаза на факты. Вот это как раз и есть то, что вот я и говорю, когда происходят трагедии в жизни, я думаю, что, ну, может быть, не у каждого человека одинаковая трагедия, но для каждого человека, допустим, трагедии, которые он пережил, допустим, смерть близкого человека, родителей, ребенка, не знаю, какого-то родственника, друга, мужа, жены, тоже, или что-то ужасное, типа вот насилия, или еще, очень много у каждого, и каждый это переживает по-своему, и никто другой не может это понять до конца, да, как это. Но, как я уже сказала, есть выход, просто погрузиться в этом всем, да, и вот никогда не выйти из этой черной ямы, а можно постараться вот посмотреть, что все-таки где-то свет в конце этого черного тоннеля есть, и может быть он за 2 километра, может быть и за 20, и за 200, да, но он все-таки есть, и постараться вот к этому сначала подползти, потом, может быть, встать на колени, потом может подняться на ноги, это все возможно, вот в этом плане я имею в виду положительное мышление. А давай по отрицательному мышлению поговорим. Ну давай. Про пессимизм. Давай. Ты за что, за оптимизм или пессимизм? Я всегда за оптимизм. Молодец. Я просто, и наверное все так говорят, но я посмотрел некоторые материалы некоторое время назад, и мне понравилось, что у оптимистов есть положительные, у пессимистов есть положительные моменты. По статистике, пессимисты, пессимисты живут больше, то есть дольше времени. Почему? Потому что они осторожны. Оптимисты, то есть они очень часто рискуют своей жизнью. То есть не только там спорты экстремальные, но они так положительно могут быть на все настроены, что, например, машина нуждается в ремонте, а они на это не обращают внимания. Переувеличивают скорость. Пессимист, он видит веже угрозы, но и это спасает его жизнь. Я бы сказала, что больше это, что это больше реализм, потому что если быть полным пессимистом, то спасибо большое за такую жизнь постоянно страдать и ожидать самого худшего, это тоже не лучшие решения. Но это способ на жизнь. Я общался с такими людьми, они ищут вот этих катастроф, которые могут иметь место, и они делают что-то, чтобы этого не допускать. И на самом деле, вот мы друг друга дополняем, вот это интересно, когда несколько людей вместе работают, там хорошо, когда в этой группе есть оптимисты и пессимисты. То есть, когда, например, в какой-то компании, в совете какие-то люди работают, когда бы были только одни оптимисты, они бы все на ура делали, вот идеи много, хорошие, давайте делаем, они бы тоже много наломали дров, то есть, они бы не видели минусов, и делали, ну, совершили много ошибок. А вот пессимист, он иногда заставляет других еще раз пересмотреть этот вариант, этот проект, на самом деле это будет правильно, хорошо или нет. Он показывает то, чего они не видят. Вот смысл и польза от пессимиста. Мне очень понравился сейчас комментарий Елены. Я за хорошо проинформированный реалист. Молодец, я тоже. Проинформированный, вот это мне нравится. Да, но потому что если у тебя есть много информации, ты можешь иметь правильный взгляд на вещи, не слишком пессимистический, но это уже не слишком оптимистический. Нет, ну, друзья, конечно, может быть, мы тут не будем всю свою жизнь наизнанку выворачивать, вы все равно о нас очень много знаете. Но я хочу, я хочу вам сказать, что поверьте, что мы прошли на самом деле такие испытания в жизни, о которых, возможно, не все знают, не всем будем об этом говорить, но по опыту можем сказать, что на самом деле реально выйти состояние полного, скажем так, отчаяния, да, увидеть этот свет, подняться, хотя случаются ситуации, когда грустно, когда теряешь настроение, когда думаешь, ну, все, все заканчивается, да, но если есть люди, которые рядом заражают, вот, да, вот хорошей энергией, да, я не говорю о тех, которые всегда приходят, да ладно, не переживай, ничего страшного, нет, потому что переживать тоже нужно из-за каких-то тяжелых ситуаций в жизни, да, это нужно, невозможно не переживать, конечно, невозможно, когда на самом деле плохие события есть, это невозможно игнорировать, быть равнодушным, человек всегда страдает, но вот там прозвучало хорошо проинформированный человек, это важная мышь, а во-вторых, вот я согласен, что за положительное мышление, но оно, говорю, чтобы не было пустым утешением, а обоснованное положительное мышление, когда человек, он что-то делает, и, например, он будет сомневаться в результате, он не выполнит этого задания качественно, но пусть это будет любой вид работы, любой вид деятельности, когда у меня сомнения есть в том, будет ли положительный результат, я не буду даже стараться, а может и брошу на половине пути, поэтому, когда мы беремся за что-то, мы должны надеяться, на хороший, окончательный, положительный результат, на успех в моем деле, тогда я буду прикладывать все усилия, и вот тогда, возможно, и будет результат. Но вот, ты про эти усилия, извини, что я тебя прервала, но потому что я хочу продолжить эту мысль, вот как раз не только сфокусироваться на результате, что да, все у меня получится, а именно на процессе, да, вот как, какие правильные шаги делать, чтобы этот результат был на самом деле хорошим, потому что, если мы не берем во внимание всю дорогу, да, какие мы шаги должны сделать в том направлении, хорошем, то ничего не получится, внушение себе, что меня ждет успех, просто без никаких оснований, давай накладный пример, давай, просто там в нашем анонсе, было интересно, но еще, но и кто-то тоже попал в точку, откуда это высказывание, оно у меня так и появилось, да, это про измены, на самом деле, то есть, я был подростки, мне было 17, я помню одного друга, его родители, вот как жили, но они были тогда не из бедных, папа уезжал в Германию, то есть, это было в конце 80-х, у нас открывалась Европа, и многие ездили там на три месяца, типа так, как турист мог ехать, но все там ехали работать, но и ситуация была следующая, то есть, мы общаемся с одним другим, он рассказывает про своих родителей, что папа там, он гуляет просто, в Германии? Да, но я знаю, что так часто бывает, муж уезжает, и там такое происходит, желание чего не видит, он себе там расслабляется, поработает, денег привезет, вот он герой, но он говорит, они разговаривают, и моя мать знает об этом, и она, вот такое высказывание, вот я первый раз, или я тогда, может, обратил внимание на эту пословицу, вот на это высказывание, глаза не видят, сердце не болит, то есть, он мне это сказал, это слова его матери, то есть, вот все, вот посчитали, что это и есть объяснение, а он продолжает так жить, он тоже, мама вот согласна, она не видит, сердце не болит, и она продолжает, вот, ну, жить в этой семье, они встречаются, ну, и ребенок, сын, тоже в курсе всех событий, мама раз такая, скажем, смирилась с этой ситуацией, ну, и вот, и для меня это было как-то, я просто услышал об этом, но мне, но может странным было, так или иначе, запечатлилось это у меня в уме, но и сейчас, вот сегодня, можно поднять вопрос, что с этим делать, это на самом деле нормально, вот так, как у людей живут, муж уехал, изменяет жену, она в курсе, но он даже может не уезжать, это может просто иметь место, она этого не видит, значит, мы можем продолжить жить, она себя просто успокаивает, что все хорошо, но она все же знает, то есть глаза не видит, она просто, сердце не болит, она просто притворяется, что она об этом не знает, да, просто то, что она, ну, потому что, как это по-другому объяснить? Ну, может меньше болеть, если бы она этого в глаза видела, она бы на своем, она сильно страдала, не знает с кем и так далее, человек это далеко где-то делает, но, это нормальная жизнь, по-моему, вряд ли, то есть я сегодня, ты согласна с этим, что ты бы хотела так жить, чтобы я уехал за границу, ну, конечно, я знаю. Хотя иногда приходит в голову мысль, что когда ты что-то не знаешь, на самом деле сердце не болит, когда ты это не знаешь, да, как говорится, меньше знаешь, крепче спишь, это не меняет факты, если это касается семейной жизни, то раньше или позже, то, что глаза не видят, это выйдет наружу, хочешь этого или нет. утешение, это самообман, то есть это нельзя сказать, что ничего не происходит, так будет продолжаться и так далее, это не так, это как, у меня ассоциация такая появляется, когда в ресторане кушаешь, там, красивым, скажем, и ты там ел супчик, борщ красный, ну, и сделал пятна, вот на этом, как она называется? Скатерть. Но это же некрасиво, все так будут видеть, это как это будет. И ты берешь тарелочку или там стаканчик, ставишь на это место, на это пятна, ну, уже вроде все хорошо. На время. Глаза не видят, ну, и до конца. На время. Ну, потом, да, потом придется обнаружить или просто избежать от этой ситуации. Но это такой способ, но я сейчас привожу это как пример, как смешной пример, но люди ведут себя так в жизни. То есть, что-то происходит, они на это закрывают глаза. Просто, как будто этого нет. И продолжают жить. То есть, семейные проблемы, другие проблемы, проблемы со здоровьем, люди игнорируют. Продолжить? Давай. Я вспомнил нашу знакомую, то есть, мы с друзьями когда-то встречались еще в Польше, и вот это тоже, мне ситуация запомнилась, как она нам, наша такая знакомая подруга говорила, что у нее проблемы с желудки. А, да. И она говорит, ну, что-то мне плохо так, а она так. Ну, мы нормально общались, то есть, кушались там у костра, я помню, на природе, там баня была. Ну, все отлично, время проводили, общались, весело, она, муж, ну, что-то у меня язва, надо вот скоро через несколько, ну, на ближайшее время пойти к врачу. И она пошла к врачу. И уже не вышел. Да, и она с больницы не вышла. Месяц ей не стало. То есть, когда мы с ней весело общались, у ней был уже, ну, рак, уже последней стадии, а ей казалось, что это язва. Из разговора видно было, что она, ну, так, она игнорировала, она говорит, да надо, это у язвы, она сейчас пройдет, там поболит, надо сходить, надо сходить, что-то с этим делать, обратиться к врачу. То есть, ей казалось, что там какая-то язва. Это тянется уже некоторое время, и она так, ну, терпела эту боль. И я вот сейчас понимаю, почему в некоторых странах, вот это онкологические заболевания, они являются причиной такой большой количества смертности, а в других странах нет. В других странах люди не умирают от рака, потому что они регулярно делают обследование. То есть, когда там... Но может не так много, потому что все равно... Ну да, ну просто есть крайне, вот большая разница. Большая разница. То есть, есть люди, которые обследуются, то есть, там есть какие-то, даже может там назначаются им, это обследование. Они хотят или нет, но... Они обращают на это внимание. Ну, в восточных странах, если так что-то болит, и они боятся пойти к врачу, наверное, меня уже положат там лежать в больнице, лучше я дома буду лечиться, домашними методами, травками, там что-то еще там. Ну, боль снять, вот это и есть решение какой-то проблемы. Но не обращать на это внимание. Это вот есть примеры этих глупых ситуаций, когда человек не реагирует на симптомы, проблемы, которые появляются. То есть... Чаще всего мужчины, кстати, избегают пойти к врачу, и... да, и поэтому смертность среди мужчин больше в каком-то определенном возрасте. Да. Не пугай меня сейчас. Да, на самом деле, действительно, если вернуться к этому положительному и неположительному мышлению, и на... ну, фокусировании на реальности, да, вот действительно, факты нельзя отрицать, и пятно надолго тоже не закроешь, потому что придется когда-нибудь убрать посуду со стола, и... Факт без факта. Да. Эти пятна будут видны, их придется выводить. Просто чем дольше это пятно находится на белой скатерти, тем сложнее его вывести. Это все хозяйки хорошо знают. Точно. Поэтому чем дольше мы позволяем или закрываем глаза на некоторые вещи, которые даже внутри нас происходят, тем хуже. и, например, это очень часто бывает с какими-то отрицательными негативными эмоциями, которые в нас возникают, и, возможно, мы просто не хотим их себе признать, позволить им как бы проявиться, да, потому что мы все хотим быть хорошими людьми, а если в тебе возникает какая-то злость, какой-то, не знаю, гнев, агрессия, да, и ты думаешь, что ты будешь это прикрывать где-то там в уголочек, спихивать, то значит, это их нет. Но на самом деле они всегда там будут находиться и вырастут до уровня такого большого монстра, что просто он вылезет непрошенный и не вовремя. Придется скачать, выбросишь. Да, и скатерь придется выбросить. Поэтому на самом деле эти чувства нужно тоже признавать, смириться с тем, что они есть, да, и позволить им быть. Уметь читать эти сигналы, которые появляются. Как с этой нашей подругой, если бы там было вот это обследование, правильно, верная информация, вовремя сделанный анализ, информация, что происходит на самом деле. плюс теперь положительный настрой и правильное действие для выздоровления. То есть она бы получила, кроме информации, рекомендации, что делать, сохраняя положительный настрой, то есть делать что-то и верить в результат, возможно, было бы все по-другому. Возможно. Да. Ну, как скажешь тоже. Вот вовремя взять там, солью посыпать, или что нужно делать? Смотря какое пятно. Да, то оттуда чуть ли не пьян. Но можно почистить. Но и вот так есть много других ситуаций. Муж изменяет. Может, были сигналы раньше, что что-то происходит, да. То есть есть там сигналы, что проблема появляется. То есть тоже самое проблема с алкоголем, другие проблемы. Есть сигналы, есть симптомы в браке, когда можно эти проблемы обнаружить, пообщаться, пойти к специалисту, с кем-то, ну, как-то вот побеседовать, чтобы выявить, что происходит, и вовремя начинать действовать, правильно действовать, с положительным настроем для того, чтобы спасти ситуацию. Да. То есть положительное... По-моему, все сказали прямо, да. Положительное, я думаю, в том, чтобы правильные шаги делать. Это совсем не означает, что мы сразу должны быть радостными, такими вот всегда вот на позитиве, да, потому что не всегда это получается, да, но если мы ищем правильное решение проблемы, правильный выход, да, то это тоже положительное, да, мы стремимся к тому, чтобы разрулить, скажем так, ситуацию. Да. Кто сегодня прыгал, и лампочка там внизу оборвалась. Да, я думаю, мы все сказали. Да ладно, не хочешь поделиться? Нет, не хочу. Печальной информации. Интересно, у нас так эфиры приближаются, у нас какие-то информации такие печальные появляются. Но ничего, мы это преодолеваем, будем решать. Но вы знаете, я бы хотел в заключении еще, мы сделали, в общем, такие, показали ситуации разные, болезнь у нас получилась, что еще? Ну вот, измена пятна на столе, то есть, во время информации, вывод, положительный настрой с правильным действием. И вот, может быть, можно спасти ситуацию. Сейчас к нашей жизни, в целом, везде, нужна вот нам такая правильная информация, положительный настрой, хорошее действие. Я хочу в заключении прочитать кое-что. Так. Только найду. Вот можешь заполнить, чайфель, хорошим, каким-то положительным случаем. Да, я просто хотела, я хотела вернуться к случаю с ребенком. И, да, вот я читаю просто комментарии, не буду его читать полностью, но на самом деле, да, это большая трагедия для родителей, когда что-то ужасное происходит с ребенком. И, действительно, это страшно, да. Но, опять же, я не говорю, что в самой трагедии есть что-то положительное. И я согласна, что очень сложно найти что-то положительное. Но, опять же, если оставить ситуацию как есть, да, то только усугубляется вот травма, усугубляется боль. Я считаю, что, это, опять же, мое мнение. Я считаю, что в таком случае самое лучшее, что могут сделать родители для своего ребенка в этом случае, помочь ему справиться с этим, да, самим, самим нужно им тоже с этим справиться, потому что для них это тоже огромная боль, что они не смогли защитить своего ребенка. и потом, насколько это возможно, помочь своим детям с этим справиться, потому что вся жизнь впереди этого ребенка, и он должен как-то с этим жить, научиться с этим жить, с этим справляться, как-то себя и с этого тоже вывести, и с помощью взрослых, конечно. Поэтому вот это я считаю положительным направлением, в самом факте, конечно, это трагедия, это ужас, это ужас. И, конечно, никто из нас, кто не пережил чего-то такого, не может понять до конца эту боль, но, опять же, мы на самом деле до конца друг друга не знаем, мы не знаем, что кто-то пережил, вы тоже не знаете, что мы до конца пережили, а, как я сказала, очень много тяжелого опыта в нашей жизни не было, поэтому, да, поэтому на самом деле выводы можем тоже делать. Да, я прочитаю, что это про трагические ситуации, и тоже заключение, правильные факты, положительный настрой, просто есть вот такая, такие слова, интересные, народ поднимется против народа, царство против царства, и в одном месте за другим будет голод, землетрясение, но в другом месте говорится про эпидемии тоже, и однозначно, мы живем в такой период времени, и это были слова Иисуса, как на вопрос учеников, когда он вернется, какие будут признаки того, что он возвращается, и какие будут признаки того, что вот мир заканчивается, да, потому что кроме вот этих ужасных событий, Иисус сказал, что эта благая вещь о царстве будет проповедована во всей обитаемой земле для свидетельства всем народом, и тогда придет конец, то есть еще перед концом должны все люди слышать эту благую вещь, посмотрите, сегодня все это происходит, это 24 глава Евангелия от Матфея, и еще вот одно место в контексте, тоже 24 главе, я прочитаю, как во дни перед потопом, то есть там был конец, сейчас что, просто она ждет всех конец, но не до конца, это так, посмотрите, в чем благая вещь заключается, как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, когда Ной вошел в ковчег, и не задумывались, пока не пришел потоп, и не унес всех, так будет и во время присутствия Сына Человеческого. Дальше говорится, ну вот, дальше не буду, но вы можете дочитать, получается, мы живем в такое же время, что этот ужасный мир Бог уничтожит, как это происходило во время потопа, но там некоторые праведные люди пережили, в этом и заключается благая вещь, что на самом деле приближается спасение для людей новый мир, который Бог откроет перед ними, но это будет как такая операция, как на земле, ситуация, которая складывается, это такая раковая опухоль, нужно его отрезать и ударить, вот эту раковую опухоль, которая есть, вот часть человечества, которая уничтожает друг друга, а вот полезную клетку, то есть, как в нашем организме, полезные органы нужно оставить, то есть, здоровые, и вот часть людей Бог оставит жить, как Ноя с его семьей, для того, чтобы они продолжили разназаться, продолжили существование, нечто такое происходит сейчас, когда Иисус говорил о завершении вот этой системы вещей, о конце света, о Армагеддоне, вот такое должно происходить, и сейчас это и есть, смотрите, многие так реагируют, глаза не видят, сердце не болит, многие говорят, а зачем мне об этом знать, лучше не знать и спокойнее живешь, но это фактов не поменяет, поэтому мне хотелось прочитать эти слова и побудить людей, которые мало об этом знают, чтобы они проверили, убедились в Библии, в какое время мы живем, на самом ли деле мы приближаемся к концу этой системы вещей, что нам делать, чтобы быть похожим на Ноя, который пережил, то есть, если это так, если события, если вот все заканчивается, то что сделать, чтобы спасти свою жизнь, мы можем вовремя реагировать, правильно действовать, правильная информация, правильное действие, с положительным настроем, они приведут к хорошим, положительным результатам, а вот игнорация, вот игнорирование, то есть, зачем мне это, может, вот я не буду об этом читать и ничего не произойдет, это просто самообман, это глупо, то есть, есть много симптомов сегодня, то, что происходит в мире, это серьезные симптомы, что человечество страдает, и что эта операция, она приближается, игнорировать просто глупо. это правда, так что давай не игнорировать сигнал, что уже время заканчивать, все, давайте, до встречи, желаем вам, несмотря ни на что, да, постараться, постараться, смотреть все-таки положительно, потому что так или иначе придет конец всем этому злу. что мы с тебя делали, скажи? Вы понимаете, что жизнь не имела бы смысла, еще бы не твои теплые слова. Да ладно, всем желаем любви и счастья, друзья. за встречи завтра вечером. Спасибо. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok